Обжорство – худший из грехов, но наиприятнейший. Люди превозносят пищу до небес, наслаждаясь кулинарными изысками, поэтому поварское ремесло никогда не выйдет из моды или останется невостребованным. А человек, который может быстро и вкусно приготовить из самых обычных продуктов, настоящий шедевр, зовется волшебником. Однако таких волшебников, способных доставить радость и наслаждение людям, не достает нашей стране. Мы продолжаем рассказывать вам о профессиях, которые и нынче в спросе, и сегодня, как вы уже поняли, речь пойдет о поварах. В нашей профессиональной школе номер два обучают таким специальностям, как повар, кондитер, пекарь, официант и бармен. Это то, что связано с общественным питанием. Обучение может проходить на базе гимназического образования и длится два или три года, в зависимости от желания студента получить диплом на степень бакалавра. А также можно поступить на основе лицейского диплома, и тогда обучение по специальности повар продлится один год. Освоить данное ремесло можно на курсах поваров, ну а более глубокое освоение профессии можно получить в профессиональной школе номер два. Тут учат готовить не только вкусно, но и правильно, ведь повар должен уметь рассчитывать нужное количество продуктов на то или иное количество порций. И что немаловажно, все блюда обязательно должны соответствовать строгим стандартам. Каждый год Министерство образования вносит небольшие изменения в указ о поступлении в профессиональную школу, но обычно они несущественны. Приемная комиссия начинает свою работу с 1 июля и продолжает принимать заявки до 20 августа. Будущие студенты подают заявление, после чего следует конкурс. Помимо заявления нужно предоставить диплом об образовании, медицинскую справку, фотографии. В принципе, стандартный набор документов, которые требуются для поступления в различные учебные заведения. Хочу отметить, что 15% мест мы предоставляем детям из неблагополучных семей или детям-сиротам. В случае, если желающих больше, чем предложенных мест, среди них тоже проводится конкурс. Конечно, как и в каждой профессии, в этой тоже есть свои плюсы и минусы. Одним из отрицательных моментов является то, что работа поваром требует большой физической выносливости и ответственности. Стоять у горячей плиты полный рабочий день выдержит не каждый человек. Среди плюсов такой специальности наблюдается высокий уровень оплаты труда, ее востребованность и творческий подход. Многие специальности, которым обучают в нашей профессиональной школе, пользуются спросом на рынке труда. Когда студенты проходят практику в разных заведениях, с которыми мы заключаем контракты, у них уже есть хорошая возможность зарекомендовать себя. И большинство выпускников остаются работать именно там, где проходили практику. Некоторые уезжают работать в другие страны. И мне кажется, что в любом уголке нашей планеты можно найти наших выпускников. Во Франции, Ирландии, Испании и даже Канаде. Найти работу после обучения не составит труда любому студенту. Место на кухне для молодого специалиста найдется всегда и в любой отрасли. В школах, больницах, детских садах, современных офисах или шикарных ресторанах. А самое главное, что в профессии повара возможен карьерный рост. От помощника до шеф-повара. Или, что еще интересней, открытие собственного ресторана. Редактор субтитров А.Семкин